Ученые скрывают Премию Гудине, вперед! Миллион рублей ваш! Непознанное? Покажите! Миллион рублей ваш! Что-то пока никто не пошел, но зато быстро замолкают Органитет премии имени Гарри Гудине Рад приветствовать вас на пятой серии испытаний Сегодня заявители вновь попытаются продемонстрировать Сверхъестественные способности в условиях Корректно поставленного эксперимента Возможно, именно сегодня нам предстоит видеть здесь В этом зале нечто парнормальное Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Сможешь мне после выхода кувшин с водой? Да, конечно. С паталом просят кувшин с водой, чтобы руки там помыть. Кувшин? Так, тебе осмотри, что именно нужно? Ну вот я вышел, мне нужна вода. Поехали хорошо, вот водичка, если ему захочется идти. На выходе потерплю. Ну я ее там сразу поставлю. Я пошел? Да, мы все вместе. Дмитрий пытается обнаружить золото. Он утверждает, что он был на эти процессоры с способностями и способен обнаруживать золотые предметы. В частности кольцом, которое было снято с пальца нашего экспериментатора. Это вторая попытка. Первые попытки он не угадал. Он поставил на шестой пакет, в то время как кольцо, на кольцо с девятым. С ним в одном помещении находятся Михаил Викторович, главный экспериментатор, помощник и оператор. Второй люди туда входить не могут. И здесь золотой урожен. Найдем, Найдем. Мир прошел с золотой кольцом. Поздравляю. 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 Благодарю. Но пока не с чем. Пока это математика. Будем надеяться. Я тоже буду надеяться. Мы все на этом надеемся. Да, да, да. Что все-таки это будет. Ну, у нас есть зрение, у нас есть слух, у нас есть обоняние и прочие органы восприятия, которые воспринимают конкретные молекулы или вибрации, или спектр световой. Или что-то еще. А какой орган у тебя есть, или вот чем ты воспринимаешь золото? Наиболее для меня вероятный вариант – это электричество. Какие-то, возможно, электромагнитные поли. Или что-то из-за этого коррора. Максимально к этому я склоняюсь. Это знаешь, как у голубей уже в крови есть определенные нелецепторы. В общем, что-то есть, что помогает им определять с северо-юб, как компас внутренний. Ну, вот где-то рядом. Ты что, реально веришь в то, что ты экстрасенс? Я знаю это. Я не верю, а знаю. Откуда? Ну, вот так. Опыт, практика. Да вот же опыт, практика сейчас происходит. Ну, да. Ну, ты один раз из трех угадал. Ну, да. Золото, это же золото. Ты же уверен, что все нормально, но ты не можешь угадать. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok. Дмитрий считает, что вот этот раз находится в седьмом победе. Итак. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Да, вопросы? Почему так мало? Не знаю. Ну, ладно, еще по пивку и нормально. Да, самое. Завтра новый день, новая радость. Все. Ты меня успокаиваешь? Да. Нормально. Как себя чувствуешь? Нормально? Слушай, я рад. Мало. Мало? Нужно еще попыток? Нет, мало раз. Мало раз? Да. То есть ты один раз это, ну, это реально, это в случайность входит. Это самокритика? Это самокритика? Неожиданно. Нет, просто ты очень скептично к этому относится. Мне понравилось, что ты, во-первых, стойчески отнесся к результату, и, во-вторых, как-то все-таки скептически относится. Спасибо тебе большое. Ну, спасибо. Может, еще увидимся. А возможно, в этом же формате. В мире том. Буду рад. Так, все, шутка. Ты знаешь, что та женщина, которая сейчас будет за тобой, она общается с миром призраков. И? С миром мертвых, в смысле. И? Ты веришь ей? Я промолчу. Да. Как видите, даже в кругах экстрасенсов нет единого мнения. В общем, 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 в общем. Что, поем, потусуешь? Меня ждут только в 9. Давай есть чек-то салат. Нет, терять нечего. А ты не делал? Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ну, а почему должно быть по-другому? А ты атеист? Нет. Ну, вообще я язычник. А ты? Я атеист. Мы агностики, мы пьем только доктор Пеппер. Это и не кола, и не пепси. Доктор Пеппер. Сфоткаться хочешь? Давай. Ой, я извиняюсь. Давай, давай. Коранный монстр. Да, да, да. Я не адепт вашей церкви, но поддерживаю. Немножко сдвинуть, чтобы спор был виноват. Ага. Давай. 99% наших заявителей такое впечатление, что не читают правила подачи заявок. Я умею читать инструкции. А ты умеешь читать. И больше того, ты умеешь читать инструкции. Поэтому, когда мы прочитали твою заявку, мы очень обрадовались и подумали, что... Ой, адекватный мужик, неужели? Ну, ты тот чувак, которого мы ждали последние полгода. Подождите, надо подлечить, а то вот она очень неравномерная сейчас... Да не, 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 там все четенько произойдет. Вообще ни хрена. Это возникать эволюционно. Даже не то, что могло ли. Просто мы возникали эволюционно. Мы возникали эволюционно. И то, что появилось у нас. Все. Наш нос, наши глаза, наши способности, наш мозг. Это все, что возникло эволюционно. Заметы катились вниз. Спрашивал бы ты мне это трезвым. Ладно, да. Более интересно. Это долгие разговоры. Теперь, как говорится, самое главное представить, да, как в фильме «Матрица», что вилки не существует. Главное, да, отдумнуть, выпить. Смотрите, просто представляю. Выпрямляю вилочку. Выпрямляю. Зажимайте. Сейчас можно почувствовать этот момент. В принципе, у Дмитрия можно попросить даже спираль раскрутить. Вот это часатый эксперимент. В принципе, за мою практику 3 человека раскрутили. Они были очень приятные. Давай, давай, держу, держу. Давай, давай. Спасибо. Здесь я часами, днями и месяцами готовилась к премии. Писала тебе все письма отсюда. Ну, заходи. Спасибо. Продолжение следует...